Привет! Сегодня мы посмотрим на чудо китайской техники в области аудио. Несмотря на то, что эту посылку мне отправил производитель, я постараюсь описать все максимально честно и непредвзято. Потому сразу скажу, что коробка, в которой поставляются радиомикрофоны, а мне приехали именно они, просто дно. Вообще я люблю минимализм, но эта упаковка смотрится уж слишком просто, дешево и ненадежно. А учитывая, что это хрупкое оборудование, такое отношение непростительно. Никакого чехла или бокса для переноски нет, и это тоже минус, но не в коробке же это все таскать. Производителю стоит задуматься над этим. Окей, пройдемся по комплектации. Инструкция на английском языке. Довольно простая, разобраться в ней несложно. Трансмиттер. Это такая штука, которая будет отправлять звук по воздуху. Ресивер. Он принимает и передает звук от трансмиттера. По размерам они как огромная флешка странной формы. Я бы на месте компании подумал, как можно задизайнить их по-другому. Но сборка вроде неплохая. По крайней мере мои экземпляры не люфтят и не скрипят. Клипса для крепления трансмиттера на пояс. Разветвитель на микрофон и наушники. Такой же разветвитель, но уже на USB выход. Дополнительные поп-фильтры и переходник с джека 3.5 на 6.35. Зарядный кабель. Причем довольно продуманный. Им можно заряжать и трансмиттер, и ресивер одновременно. Далее микрофон как у оператора колл-центра. Стильная штучка. Но это именно микрофон. Встроенных наушников нет. И петличка с металлической клипсой. И эта клипса, это единственное, что сделано из добротных материалов. Такое чувство, что все остальное сделано из дешевого пластика и... гильз? Ну согласитесь, похоже. Все это пахнет Китаем. Пахнет в прямом смысле этого слова. Запах от пластика еще держался какое-то время. Не могу сказать, что качество прям ужасно, но бюджетненько. Хотелось бы видеть пластик покрепче. Весь комплект выглядит следующим образом. Лады, с комплектом разобрались, дизайн и качество материалов обсудили. Пора бы уже и про функционал поговорить. Вдруг за бюджетным пластиком и непродуманным дизайном скрывается действительно годная начинка и удобство. Тут все просто. Подключаем микрофон к трансмиттеру. Ресивер вставляем в устройство, в котором должен быть звук. Включаем оба устройства и ждем, пока синие диоды перестанут мигать. Все. Как говорится, plug and go. Никаких настроек или дополнительных телодвижений делать не нужно. Максимум громкость можно на трансмиттере увеличить. Судя по мануалу, они подключаются ко всему, у чего есть разъем 3.5 или 6.35. Даже к микшуру через переходник можно подключить. К телефону они подключаются только через разветвитель. Напрямую никак не получится. Ресивер просто не будет передавать звук. К ноутбуку можно и без него, но только если у вас не комбинированный разъем, а отдельный. На наушники и микрофон. Если все же комбинированный, то вновь придется использовать один из комплектных разветвителей. К камерам подключается без проблем. И даже к колонке можно подключить. Правда, ее мощность должна быть не менее 15 ватт. Закончить это видео без демонстрации звука было бы просто непростительным. Это же обзор радиосистемы как-никак. На протяжении всего этого видео вы слышали мой голос, записанный на рекордер Zoom H2N. С ним и будем сравнивать. Прямо сейчас вы можете оценить качество записи на петличный микрофон. Запись я произвожу на телефон при помощи приложения HiQ MP3 Recorder в формате ВАВ без сжатия. Петличка находится примерно в 20 см от рта. А теперь вы слышите, как записывает тот операторский микрофон. На мою голову он, честно говоря, маловат, так что думаю, использовать его я не буду. Но надеюсь, что качество звука будет неплохое. Без шумов, искажений и прочих аудиопомех. Не знаю как вам, а при записи с телефона звук с петлички мне понравился больше. До зума звук, конечно же, не дотягивает, но нужно понимать, что и стоит он в 4 раза дороже. В целом, как для беспроводных бюджетных микрофонов, неплохо. Тут основные деньги мы как раз за эту фишку и отдаём. Тут зависит от того, что вам нужно. Если вам нужна просто качественная запись звука, то берите обычный проводной микрофон или петличку и не парьтесь. Но если вам нужен именно портативный беспроводной комплект для записи на ходу, то для начала это неплохой вариант. В будущем можно будет сделать апгрейд и купить, допустим, более качественную петличку. А сами передатчики ещё послужат, ведь спектр их применения довольно широк. В общем, прикольная штука, но только для тех, кто знает как и где её можно применять. На этом, пожалуй, всё. Если есть вопросы, то вы знаете куда писать. Не забываем про палец вверх, подписку и колокольчик. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!